Иногда люди спрашивают, как происходит процесс создания тех или иных видео, и я сейчас вам покажу, как это происходит. Это просто блог о том, как я проверяю информацию, ту или иную информацию. Ну, в общем, вчера появилась информация в украинских СМИ, опять-таки, о надписи на заборе. В общем, они не перестают эксплуатировать эту тему. Вот Бандера, теперь, видите, в Ялте нарисовали патриотический символ украинской власти. Что-то такое с претензией на трезубец, и внизу подпись Слава. Слава нарисовал трезубец. Это без стеснения несут, опять-таки, украинские СМИ со ссылкой на некий твиттер. Перестанем удивляться уже тому, что они несут новости, новости о надписях на заборах, на стенах, корявых надписях на стенах. Ну, да ладно, мне самому стало интересно посмотреть на эту надпись, поэтому я просто-напросто обратился к людям в Крыму, и люди ночью-ночью сняли эту самую стену. Вот сейчас мы увидим, правда ли там надпись есть, или, может быть, ее там нет. Есть. Была там надпись, свежезакрашенная она теперь, то есть, все-таки победа. Все-таки победа и надпись существовала. Но почему украинские СМИ не могли заснять это, и почему все в качестве источника использовали какую-то запись в Твиттере, непонятно кого, позорясь, при этом и понижая свой уровень и так ниже того уровня, где сейчас находится, я не знаю. Неужели так сложно? Вот смотрите, у меня нет таких бюджетов, как есть у владельцев этих СМИ, у олигархов. Но у меня нет таких возможностей. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, отправились на место. Была надпись, но она ликвидирована. А так вообще победа, очередная разрисованная стена. Я думаю, что если бы в форме трезуба кто-то нарисовал бы что-то другое там, то украинские СМИ с удовольствием понесли бы и эту новость, потому что, ну, надо же какие-то новости генерировать. Только что я продемонстрировал, как очень спокойно проверяется информация. И для украинских средств массовой информации это недостижимый уровень. А теперь небольшой анонс о том, что будет вечером. Сейчас я отъезжаю на несколько часов, или отлетаю тоже, скажем так, на несколько часов. А вот это вот вы увидите вечером. И я думаю, будет интересно. По опыту расскажу так. Если человек показывает, не важно, и у него нет ничего запрещенного, вопросов, претензий к нему не имеет. Я просто по опыту расскажу. Если не имеют желания, не имеют желания дальше ехать. Ну, я имею в виду, у тебя появится резкое желание поехать обратно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова